Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 21 главы книги Деяний. Первые семь стихов посвящены описанию путешествия апостола Павла из города Мелит, которая находится на западном побережье Малайзийского полуострова в Палестину. Это путешествие проходит вдоль побережья Малайзийского полуострова, вдоль его юго-западного побережья и южного побережья. Апостол Павел посещает острова Кос, Родос, затем он делает пересадку на другой корабль в городе Потары и затем прибывает в Феникию, в город Тир. В городе Тир апостола Павла встречают ученики, христиане, и мы видим, как ученики Христовые по внушению Духа Святого отговаривают апостола Павла идти в Иерусалим, поскольку там его ждут страдания. В общем-то, так и завершается третье миссионерское путешествие апостола Павла, прибытие в Палестину, но мне бы хотелось сейчас связать события этой главы и предыдущие. Мы помним, что апостол Павел говорит, что он именно по внушению Духа идет в Иерусалим, что тот же Дух Святой предсказывает ему страдания и скорби в Иерусалиме, и, казалось бы, парадоксально, мы об этом уже говорили, тот же Дух Святой, Дух Любви внушает ученикам Христовым отговаривать апостола Павла от этого опасного для него путешествия. Вот таким удивительным образом Дух Святой один и тот же Дух Любви производит разные действия в людях в зависимости от их внутреннего расположения. И затем из города Тир апостол Павел отбывает в город Птолемаида, где он пребывает один день. И далее с 8 по 14 стих 21 главы рассказывается о пребывании апостола Павла в городе Кесария и о дальнейшем пути в Иерусалим. Интересно то, что кесарийский эпизод вот этого путешествия апостола Павла, он связывает нас с событиями первой части книги Деяний, поскольку апостол Павел в Кесарии останавливается в доме Филиппа, благовестника или евангелиста, да-да, того самого Филиппа, который входил в число семи служителей или семи диаконов, того самого Филиппа, который первый проповедовал христианство в Самарии, как мы помним, это описано в 8 главе книги Деяний, тот же Филипп, который крестил евнуха эфиопской царицы. Об этом Филиппе мы здесь узнаем новые подробности. Оказывается, у этого Филиппа было четыре дочери, причем, как здесь сказано, четыре дочери пророчествующие, то есть у него были не просто дети, но дети святые, которые сами были настоящими христианами, более того, имели особый дар Духа Святого, Дух пророчества, Дух прозорливости, Дух особого познания воли Божьей. Вот так с неожиданной стороны нам раскрывается семейная жизнь того человека, который мы слышали уже раньше. И вот нас ждет еще одна новая встреча. Мы с вами помним, что в 11 главе книги Деяний фигурирует христианский пророк Агав, который предсказал голод при императоре Клавдии. И опять мы видим того же пророка, который встречается в городе Кесарии с апостолом Павлом и предсказывает ему арест в Иерусалиме. Делает он это, как нам кажется на первый взгляд, весьма своеобразно. И вот пророк по имени Агав взял пояс Павла, связал себе руки и ноги и сказал, так говорит Дух Святой, человека, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. Вот мы видим, что в данном случае пророк пророчествует не только словами, но и так называемыми пророческими действиями. Он символически связывает себе руки и ноги, как указание на будущие кандалы апостола Павла. Здесь нет ничего нового, поскольку в данном случае новозаветный пророк Агав действует в духе Ветхозавета пророков, которые тоже, если мы помним, содержание Ветхого Завета пророчествовали не только словами, но и действиями. Причем иногда весьма своеобразными. Мы читаем, например, что пророк Исаия даже вступил в брак, показывает им некое символическое пророческое действие. Ну и уже не буду упоминать о многих других случаях подобного рода удивительных событий. Надо сказать, что в этом смысле и не только пророческие действия являются очень важным элементом вот такого дара провидения, но и в Священном Писании часто одни события являются пророчествами для других событий. Мы видим, что пророчеством может выступать не только действие символическое, не только слово, но и в том числе историческое событие, как, например, Ветхозаветная Пасха, исход евреев из Египта, стало пророческим событием в отношении Пасхи Новозаветной, до того искупления, которое принес Христос. Но это так, к слову. Тем не менее, апостол Павел не теряет решимости и приходит в Иерусалим вот с такими словами «Да будет воля Господня». В 15 и 17 стихе книги Деяний описывается прибытие апостола Павла в Иерусалим, что он, придя в Иерусалим, останавливается у своего знакомого ученикам на сону Кипрянина и остается там жить. Последующие стихи 21 главы, стихи 18-25, пересказывают нам беседу, которая происходит между апостолом Павлом и апостолом Иаковом. Апостол Иаков напоминает Павлу, что среди иудеев, христиан из иудеев, среди иудеев, есть об апостоле Павле некое предубеждение, что он не чтит закон. Вот все тысячи уверовавших иудеев, они все ревнители закона, то есть став христианами, они продолжают его исполнять. А вот о тебе они наслышались, что ты учишь отступлению от Моисеева закона. И апостол Иаков как бы предлагает апостолу Павлу, насколько это возможно, понизить вот градус этого возмущения, этих слухов в отношении апостола Павла и советует ему присоединиться к тем христианам, которые взяли на себя обед, временный обед Назарейства, чтобы апостол Павел присоединился к ним, взял на себя издержки за положенные жертвоприношения и тем самым показал, что он продолжает уважительно относиться к закону Моисееву. Все эти события, как нам кажется, как будто не увязываются с постановлениями апостольского собора, который де-факто отменил необходимость соблюдения Моисеева закона для спасения. Но здесь и не говорится о том, что это делается для спасения. Апостол Иаков прекрасно понимает и он вспоминает в этой беседе апостольский собор, что да, все было правильно, но есть реальные живые люди, которые в силу неких предубеждений, в силу совоспитания продолжают жить некими старыми благочестивыми традициями и являются по терминологии апостола Павла немощным в вере. Но их не нужно смущать специально, нужно постараться и в отношении их проявить какую-то снисходительность и о чем и просит апостол Иаков, в данном случае апостола Павла, для которого это не новость. Мы помним, как он обрезал Тимофея, опять-таки, для того, чтобы не возбуждать ненужные разговоры и кривотолки, как он принял обет на зарейство, находясь в Кенхреях во время второго миссионерского путешествия. Все он это делал не потому, что верил в спасительность в данном случае Моисеева закона, а с миссионерскими целями, для того, чтобы с большей легкостью проповедовать христианство в иудейской среде и не ставить препятствий там, где их можно избежать. Тем не менее, апостол Павел все-таки прислушивается к мнению апостола Иакова, хотя последствия, которые мы видим, они не приводят к ожидаемому результату. В 21 главе в стихах с 26 по 39 мы узнаем, что асийские иудеи, то есть иудеи-расеяне, которые находились в Иерусалиме, они увидели апостола Павла в храме, который пришел туда для необходимого завершения тех обетов, которые он на себя принял, возбудили неверный слух, будто он Трофима Ефесинина, который раньше был язычником, он ввел в храм, хотя этого не было. Против апостола Павла началось возмущение, его окружили и хотели убить его. Повлекли его вон из храма и если бы не вмешался, как здесь сказано, тысяченачальник полка, до которого дошли слухи, что в Иерусалиме какое-то возмущение, то, наверное, апостол Павел и не остался бы живым. В тексте этот начальник римского гарнизона называется тысяченачальником и хелиархом в римской терминологии это трибун когорты, то есть это именно начальник гарнизона, который находился в Иерусалиме, римского гарнизона, как мы помним, римляне являлись оккупантами в отношении Палестины и неудивительно, что находились в Иерусалиме римские войска. В обязанность на трибуна входило следить за порядком в городе и он не сколько даже спасает апостола Павла в данном случае, сколько пресекает возможные беспорядки. И вот дальше трибун ведет апостола Павла в крепость и здесь задает ему такой интересный вопрос. Не ты ли тот египтянин, который перед этими днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников? Вот эти слова задает, эти слова говорит трибун апостолу Павлу в то время как иудеи, собравшиеся вокруг, кричат смерть ему и вот такому человеку и не нужно жить? Как связана вот эта реакция толпы с тем вопросом, который задает апостолу Павлу этот тысяченачальник? Действительно, из трудов Иосифа Флавия мы знаем, что в это время происходило восстание или мятеж так называемого египтянина. В иудее постоянно возникали восстания, мятежи и они имели абсолютно разных предводителей, но что интересно, что в данном случае данные книги деяний, они соотносятся, коррелируются с данными параллельных исторических исторических историков, в данном случае с Иосифом Флавием. Деписатель Лука так передает слова тысяченачальника, что этот египтянин вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников. В греческом тексте Нового Завета они названы сикариями. На самом деле мы видим здесь с одной стороны совпадение данных книги деяний это представлено как нечто совместное. Это объяснимо, поскольку для римского воина, который следит за порядком в Иерусалиме, эти народные возмущения, они представляют для него некую единую проблему, которую он пытается решить, с которой пытается справиться, поскольку сикарии, деятельность сикариев и восстания египтянина, они фактически происходят согласно Осио Флавио одновременно. Сикари это были такие ревнители, религиозные ревнители, националисты крайнего течения, которые пользуясь кривыми острыми ножами, которые назывались сика по латыни, они прятали эти ножи под свою одежду, входили на площади Иерусалима в толпу, где-нибудь на рынке и тайным образом убивали этими ножами тех людей, которые, по их мнению, ну, скажем так, сотрудничали с римскими властями и, в общем-то, являлись, с их точки зрения, предателями интересов иудейского народа. Восстание египтянина, это было одно из восстаний такого религиозно-политического характера, отчасти мессианского характера, и, естественно, трибун интересуется у Павла, и у него возникает подозрение, а не схватили ли случайно Иерусалима не вот того самого мятежника, но апостол Павел здесь вносит определенную ясность и говорит, что я иудеянин из города Тарс, из провинции Киликия, и я прошу тебя, дай мне возможность обратиться к народу. И трибун предоставляет апостолу Павлу такую возможность, и, собственно говоря, следующая глава книги Деяний, она начинается с той речи, которую апостол Павел с лестницы говорит тем людям, которые только что собирались его убить. Продолжение следует... Продолжение следует...